здравствуйте дарья и хочу разобрать ваши эскизы которые вы выслали на проверку а здесь есть несколько моментов которые проще показать видео формате начнем с брючка ними первые открыты не потому что они какие-то особенные просто ну вот так первый файл открылся во первых смотрите все что вы нарисовали имитацию резинки вы сделали здорово но я бы сделала вот эти все линии потоньше таким образом вы покажете что это именно такая фактурка но не выпрячивать ее вперед а потом я бы добавила все-таки сюда от строчки потому что вы сами понимаете что скорее всего они тут будут либо сверху люби снизу посмотреть я не совсем помню где они там на фотографии вот то что мне не хватило до для целости эскиза можно сделать ее муктирчиком скажем так тоненько то есть она либо здесь пойдет либо повыше пойдет на это вы посмотрите как дизайн то есть она может ограничивать именно туда где будет вставлять может идти по краю как правило на и по краю идет посмотрим вот таких штучек немножко мне не хватило и мне кажется что все-таки более гармонично смотрится когда в таком формате можно еще поменьше сделать потом кармашки вы обозначили так дело не придет карманы надо обозначить целиком не такой вот штучкой а что это у вас это прорезной карман чина карман какой вот целиком обозначить что это будет карман еще один момент но это уже я люблю это необязательно личную точку смотрите у вас получается внешний контур размылся и непонятно есть у меня нет вот когда у нас так такие модели в которых черная заливка хорошо делать заливку серым цветом таким образом у вас будет не заливку цвет контура таким образом будет и цвет контура сохраняться его будет видно и при этом он будет во первых не такой яркий как белый не такой контрастный можно вот им рисовать еще вот здесь скорее всего шов должен быть то есть немножко технологически нету понимание но это вот я вам сейчас показываю на с точки зрения программы дайте моменты которые я бы поправила то есть вот цвет контура толщина линии на это надо обратить внимание строчки и тогда у вас будет достаточно гармонично даже может быть вот эти вот нарисовать не белым а если они будут серым они более гармонично войдут туда и будут не так громко кричать следующий эскиз здесь у вас все неплохо получилось только смотрите конструктивно линия уходит сюда в карман немножечко вас по конструктиву есть просадка то есть она должна вот сюда прийти и опять же это как бы сделала я может быть оставлено так как есть у вас но я бы сделала контур черным ну или темно-серым таким образом будет более графичный вид а именно для эскиза это будет лучше то есть вот в таком формате немножечко кажется по пропорции вот этот угол он должен быть вниз но я в данном случае не оцениваю именно сам дизайн вы можете нарисовать так как считаете нужным здесь и бедра мне кажется должны быть чуть менее округлые пашки здесь они выпрямее то есть надо как-то вот обращайте внимание на эти моменты скорее всего вот эта линия сюда пойдет это лишняя . немножечко чуть ближе к эскизу чтобы был больше похож она у вас получилось по форме больше на тюльпан тяготеет а здесь все таки это трапеция с вырезанным куском так следующий момент это пальто здесь у вас принципе все есть вот это немножко куция получилось и как правило все таки должен быть либо рука либо реглан либо ну вот такой вот прям цель на крой очень редко встречается немножко там левую у вас как-то хаотично там петельки ну и здесь черно-белая ну здорово конечно по дизайну очень смело единственное опять чтобы я сделала я бы вот у этого всего задала бы цвет контура светло-серый тогда бы он у вас уравнялась его либо гармонично смотря с точки зрения программы да вы давайте еще два поставлю то есть не с точки зрения дизайна с точки зрения изображения в программе было бы более гармонично то есть так она вас целиком нарисована и вот на этом масло так дальше смотрим футболка так изображение не прикрепилась а не хватает от строчек немножко такие плечики попробуйте и рисовать либо по фото либо по шаблону здесь это вот это вы решили сделать и на кроме все равно здесь нужно две строчки здесь двойная строчка то что он пойдет у нас как как низ обработаны должны показать с пошивкой там должен быть здесь должна быть от строчка немножечко технологически недоделали и здесь мне вот эта модель очень понравилась единственный вопрос у меня это пояс это отдельно это здесь и если если это вы планируете пояс то пуговицы скорее всего будут по центру есть такой момент скорее всего они все-таки в центр станут вот эта модель у вас а явно удалось что не получилось во первых вот это вы забыли даже несмотря на то что на эти вещи зеркальным нужно понимать что спинка и перед они отличаются здесь нужно это убирать плюс ко всему смотрите и вообще рекомендую просто взять пальто какое у вас есть и посмотреть либо печать что будет сзади вы будете видеть как у вас отвернут воротник то есть вот здесь вот в этом месте вам нужно показать от ворот при том желательно рисовать его отдельно чтобы его можно было там полутоном залить скорее всего не обязательно но скорее всего здесь будет центральный шов потому что такие изделия как правило краятся с центральным края то с центральным швом скорее всего здесь еще даже вытачки это уже я технологически вам рассматривают именно с точки зрения прорисовки вот здесь и вот здесь точно также вы нарисовали подстойку такую да она будет больше она будет вот по размеру глубже моя вам рекомендация пожалуйста посмотрите примеры рисунков технических немножко не хватает технической базы можно посмотреть журналах типа бурда там на все модели есть технические рисунки можно посмотреть фашинопедию книжку про которую я говорила можно посмотреть на просторах интернета в том же там пинтересте например забрать задать технический рисунок либо как флэцкетч и вам выдастся то есть и не забывайте что даже если вы разеркарили это здорово вам нужно вспомнить о том что это все-таки спинка это реальное изделие мы рисуем не просто картинку то что в дальнейшем будет переходить в реальное изделие но должно все-таки соответствовать хорошо и здесь тоже лацком будет не цельный скорее всего отрезной вот на этом все вы молодец очень хорошо поработали я довольна считаю что для начала отрисовки это шикарный результат это мои комментарии замечания это как можно что-то поправить что-то улучшить это то куда мы работаем дальше уже молодец